Девочка-пай Я Надежда Алексеевна, дочь ветерана войны Максима Алексея Степановича, 24-го года рождения. На войну его забрали в 42-м году, в конце. И он попал на Воронежский, первый украинский фронт. Он воевал за Воронеж, уже они отвоевывали Воронеж в январе 43-го года, и пошла уже волна наступления. И этот первый украинский фронт пошел на Украину. В октябре 43-го года они форсировали через Днепр 30 километров от Украины. Их именно 38-й полк, армия завоевала. В общем, перешли они первые, но далеко. И шли до Украины только 2-го ноября. 6-го ноября был завоеван, уже освобожден Киев. Потом пошел, он хорошо рассказывал нам про железнодорожный узел Фастов. За Фастов, конечно, воевали танкисты, но они отвоевывали именно железнодорожный путь. Он был пулеметчиком, рядовым пулеметчиком, и получил за это звание Орден Славы. Дальше был Житомир, который отвоевывали они дважды у немцев, так как они рвались прямо, не знаю как. И вот уже после Житомира его ранило, так как в бои шли наступление, и поэтому через сутки их подбирали. Его вообще в воронке думали, что он там лежит с мертвыми, но все-таки он дал о себе знать. И его забрали на лошадях, на телегах, везли до госпиталей. Так он попал 9 мая, встречал уже в госпитале. И домой вернулся в конце 45-го года уже в поселок Кандинский. Там уже же семья переехала с 4-го в Кандинск. Прожил он, конечно, хорошую жизнь, достойную, вырастил детей, женился. Там его, конечно, в Кандинске встретила сестра, мать, отец. Ну, потом уже встретился с моей мамой, с Чичимовой Капитолиной Александровной. Также он воевал вместе с маминым братом Чичимовым Михаилом Александровичем. Ну, Чичимов Михаил Александрович погиб уже тоже после Житомира, где отца моего ранило, а его убило. Ну, они ездили в 70-м году на братскую могилу, и он там действительно есть, отмечен. Вот такие вот воспоминания мои об нем. Что я могу сказать? Что он, конечно, гордился нами, а мы им гордились. Он прожил и дал нам хорошее образование. Все, что хорошее, мы все от него приняли. Он своим примером показывал и в работе, и мы много раз были у него на работе. И дома он с нами все время все с нами был вместе. Так что мы его видели и знаем, и помним.